Село Константиновское. Широко, вольготно раскинулось оно на Ставропольской земле. Широко, вольготно раскинулось. Именем своего земляка, отважного буденовца Стефана Сараева, назвали жители села Колхоз, когда в 1954 году в нем объединились 13 небольших хозяйств. Широко, вольготно раскинулось. Широко, вольготно раскинулось. Широко, вольготно раскинулось. Два миллиона рублей чистого дохода принесла она в колхозную кассу в 87-м году. При плане 96 тонн колхоз отправил на переработку 104 тонны чистого волокна. Руководит хозяйством Виктор Федорович Калашников. 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 Наряду с изучением теоретического материала изучаем такой конкретный материал на примерах края, района нашего колхоза. Интенсификация производства, хозрасчет и самоуправление открыли простор творческой инициативе людей. Знание основ экономики и современных технологий стало потребностью для каждого друженика села. Сейчас в колхозе работает 31 школа социалистического хозяйствования, где занимаются многие работники массовых профессий. Совет по производственно-экономической учебе возглавляет председатель колхоза. Товарищи пропагандисты, сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить проблемы интенсификации сельскохозяйственного производства в нашем колхозе. Тема нашего семинара по опережающей программе «Внедрение интенсивных технологий в сельскохозяйственное производство». Знакомясь с уровнем организации отрасли и с интенсивными технологиями, нужно отметить, что в овцеводстве не все продукты имеют одинаковую рентабельность. Из-за низких кондиций сдаваемых овец остается низкорентабельное производство баранины. Это, конечно, сложная проблема, но опыт нашего института и опыт передовых хозяйств Ставропольского края страны свидетельствует о том, что эту проблему можно решить, если организовать интенсивный откорм овец на фермах-площадках. Встреча с доктором сельскохозяйственных наук Теребиленко, одним из ведущих сотрудников Всесоюзного НИИ овцеводства и козоводства, пример постоянного контакта пропагандистов колхоза с учеными, чьи рекомендации и опыт слушатели семинара обсуждают на занятиях, используют в своей повседневной работе. Сейчас у нас около 40% работников овцеводства, люди, возраст которых до 35 лет. Мы и дальше будем вести активно работу, материальное стимулирование работников овцеводства, получать большие доходы от главной отрасли колхоза. Овцеводство в колхозе ведется на интенсивной промышленной основе. Все чабаны работают на бригадном подряде. Три года назад приняла бригада Виктора Польского маточную отару и добилась одного из лучших показателей в хозяйстве. В прошлом году молодым чабанам удалось получить по 129 ягнят от каждой сотни овцематок. Работа на конечный результат позволяет им планировать экономические показатели работы в бригаде. Добрый наставник и помощник ребят в их заботах, начальник участка, пропагандист Чибисов. Увеличение поголовья животных и их продуктивности – главная задача колхозных специалистов. Экономическая и профессиональная учеба помогает чабанам лучше видеть, где и как можно сэкономить, как овладеть мастерством зоотехников и ветеринаров, за счет чего можно добиться высоких результатов. Изучение и внедрение передового опыта позволили хозяйству повысить экономическую эффективность отрасли, снизить себестоимость шерсти и баранины. Благодаря созданию прочной кормовой базы стало возможным внедрение новых прогрессивных методов кормления, содержания и выращивания животных. В интенсивном откорме овец – это самое главное соблюдение рациона. Ну а мы так и делаем. Зерно возят каждый день, мы так и рассыпаем по рациону, сколько нам описывают. Значит, зеленой массой кормить, кормить не меньше, 3-4 раза в день. Главное в твоей работе – это три показателя. Значит, сохранность, значит, привесы и шерсть. Зерновые – вторая основная статья дохода в колхозе. Хозяйка здешних полей – озимая пшеница. Она – главная забота хлеборобов. Жатва – всегда серьезное испытание для механизаторов, руководителей и партийных работников. Председатель колхоза Калашников, главный агроном Масловец и секретарь порткома Тимофеев вместе решают, когда начать уборку, где расставить людей, как организовать питание механизаторов, создать им необходимые условия для работы и нормального отдыха. Организаторами всех добрых дел на Жатве всегда выступают звенья идеологического обеспечения, которые, как правило, возглавляют лучшие пропагандисты. Один из них – начальник участка, коммунист Солопов. В парткабинете подбирают материалы для занятий по очередным темам, проводят консультации для пропагандистов, оказывают им помощь во владении активными формами и методами проведения занятий. Это способствует развитию экономического мышления у слушателей. Большим авторитетом пользуется у пропагандистов заведующий одной из лабораторий научно-производственного объединения Нива Ставрополья Алексей Дмитриевич Блоха. Мы получали 10-12 центнеров прибавки по полям, где использовалась интенсивная технология. Ну а у нас существуют многие проблемные вопросы применения интенсивной технологии. Что же все-таки является основным в интенсивной технологии? В интенсивных технологиях нет второстепенных или малозначающих агротехнических приемов. В ней вся работа направлена на получение максимального урожая с высоким качеством в данной конкретной почвенно-климатической зоне. По сути дела, речь должна идти о программировании урожаев. И самое главное, интенсивная технология должна применяться конкретно в каждой зоне, подзоне, каждому полю. На сегодняшний день у нас посеяно по интенсивной технологии 7 тысяч гектаров озимой пшеницы. Ну и с колеей мы в этом году как никогда мало посеяли, около тысячи гектаров. Вы работаете частично самолетом. Естественно, в этом случае ни о кой колее речи быть не может. У нас участки встречаются, которые соседствуются с такими культурами, как горох, подсолнечник, люцерна, которые очень чувствительны к гербицинам, которые мы применяем на озимой пшенице. И поэтому я считаю, что все-таки на тех полях, которые граничат с чувствительными культурами, колея нужна. Сама колея, о чем вы говорили, в интенсивной технологии, ведь не самоцельно. Не в самой колее это дело, а в целой, во всей технологии. Поэтому колею надо оставлять там, где она необходима. Чтобы придать экономической учебе практическую направленность, пропагандисты стремятся привить слушателям интерес к анализу положения дел на своих участках. Когда мы разберемся с применением лантрела, вы в том году нам обработали 250 гектар. Тона лантрела стоит 39 тысяч. Если у нас сорняков таких нет, против которых он применяется, зачем тогда его применять на наших площадях? Данный гербицид будет применяться только на полях производственного участка. Особенно активно обсуждаются наиболее злободневные и острые вопросы хозяйственной жизни. Речь идет уже о целом комплексе мероприятий, охватывающих весь год. Все этапы работы трудовых коллективов. Товарищи, основные положения по интенсивной технологии изложены вот в этих рекомендациях, которые я вам сегодня предложу. Они изданы в нашем научно-производственном объединении Нива Ставрополья. Я хочу вам их передать для ознакомления и вашей последующей работы. В ответственные напряженные дни страды, как никогда, проявилась зрелость коллектива. Результаты идеологической работы в становлении труженика нового склада. Мы работаем в условиях самоокупаемости, и поэтому значение мы сейчас придаем вопросу повышения производительности труда. Я считаю, что надо переходить на единый наряд. Метод очень эффективный и даст хорошие результаты. А как быть, когда у нас три комбайнера старых, один молодой, у него поломки, приходится за него тогда, знаешь, работать придется? Но надо же нам и кадры воспитывать в дальнейшем, кто же будет работать. Новые комбайны поступают, молодежь, надо же воспитывать ее. А у них опыт есть, они его воспитают. Я думаю, что ничего здесь страшного нет. Попробуем на своем участке, четвертый уже работает, значит и нам надо не отставать от них. И оплата вся на звено. Шофера и трактористы, которые отвозят солому, они будут получать 80% от заработка комбайнера. Эта форма организации труда не новая. Наши соседи-кировчане, колхоз Кирова, работают уже 7 лет, звено Литвиново. И прекрасные у них результаты. Я от шоферов считаю, что нужно работать на единый наряд, на подряде будет. Потому что нам, шоферам, выгоднее. Во-первых, зарплатой будем гарантированной. Во-вторых, в целях экономии, меньше будет машину гонять по полю. Я считаю, что ему нужно попробовать. Нелегкой была нынче страда. Проливные дожди, каких не припомнят даже старожилы, осложнили работу хлеборобов. На две недели задержали жатву. Высокие темпы уборки были обеспечены умелыми действиями передовиков. Работой временных партгрупп и постов народного контроля. Созданных в каждом уборочно-транспортном комплексе. Не менее важным оказалось экономическое обеспечение уборки. Ее провели с минимальными потерями и значительным сокращением затрат. Урожай Адимы, выращенный по интенсивной технологии, порадовал. По 40 центнеров получил колхоз с каждого гектара. Небудь интенсивных методов, земледельцы не добрали бы около 20% урожая. 13 200 тонн пшеницы, в основном ценных и сильных сортов, продал колхоз государству. С высокой организованностью и дисциплиной, не теряя ни одного дня, приступили в хозяйстве к закладке будущего урожая. Используя весь потенциал технических средств, механизаторы обеспечили для интенсивного поля полный набор агротехнических приемов. Особое внимание уделяется в хозяйстве парам. Заботливое отношение к земле – традиции хлеборобов. Далеко за горизонт уходит привольная Ставропольская степь. С каждым годом все увереннее труженики колхоза овладевают нелегким делом. Быть хозяином на земле. С каждым годом все увереннее труженики колхоза овладевают нелегким делом.